Я даже расклапалась. Летом Нью-Йорк пахнет плевотиной и говняшками. Всем привет, тут такая ситуация. Мы только что прилетели со свадьбы ребят из Уфы. Вот прям только что приземлился самолет. И сейчас будет пересадочка, и Наташа летит в Нью-Йорк. У меня ощущение, что еще три часа назад я на свадьбе танцевала. Так и есть, в принципе. Мы метнулись из Уфы в Москву. Уже, знаете, намного быстрее, чем на поезде, на самолете. И сейчас мы с Русашком расстанемся на целых четыре дня, ну почти на пять. Меня не взяли, меня не взяли. Ну там девочек будут косметикой красить. Мультика не будет красить косметикой. Переживу как-нибудь. Я лечу с Мейбель в Нью-Йорк. Это очень крутая поездочка. Но сегодня, конечно, я буду целый день спать в самолете. После свадьбы отдыхать. Вот с Русашком мы попрощаемся впервые, наверное, в такое долгое время. За последние семь лет. Мокотик. Будем скучать друг по другу. Ударился от свой железный лоб. Так, все, сейчас будем пытаться отсюда как-то выбраться, потому что мы в одном терминале, нам совершенно в другой терминал. Да, Русашка не провожает. Отдам Наташе камеру, и она будет дальше уже с вами, без меня. А с вами я увижусь как-нибудь потом. Не скучайте без меня. Пока. Я сейчас нахожусь в бизнес-лаунже Шереметьево. Видок у меня не очень, потому что я не спала. Точнее, поспала пару часов только в самолете из Уфы в Москву. Поэтому я решила принять душ. В бизнес-лаунже есть душ. Мне дали ключик. Вот. Здесь даже в комплекте есть полотенце, тапочки и шампунь. Сейчас помою волосы, смою макияж. Может быть, займу подкрашу, может быть, не буду. Но главное, буду свеженькой и готовой к перелету и к встрече с Катей Клэп. Не хочу встречаться с ней в таком виде, боюсь ее испугать. Ну что ж, я помылась. Впервые я мылась в аэропорту. Ощущения очень прекрасные после душика. Волосы чистенькие. Я решила в итоге не краситься, потому что спать предстоит 9 часов. Это как-то нецелесообразно краситься. Вот. Но чувствую себя уже получше. И высплюсь, и вообще будет все отлично. А, кстати, когда мы с Русиком прощались, я даже расплакалась. Представляете? Вот это так мило, потому что мы с ним реально вот за эти 7 лет не расставались на 4-5 дней. И что-то прям я растрогалась. На паспортный контроль подходила заплаканная. Думала, подумают, что я какая-то странная. Вот. Но потом я пришла в себя, мы послали друг другу милые смс-очки. И мне кажется, будет очень клево встретиться после таких скучашек. Все, мы взлетаем. Впереди 9,5 часов полета. Я надеюсь, что я буду спать. У меня рядышком нет соседов. Поэтому, возможно, даже буду спать в горизонтальном положении. Все, увидимся в Америке. Друзья, я приземлилась. Я нахожусь в аэропорту Нью-Йорка. Поспала, хорошенечко взбодрилась. И, знаете, поймала себя на мысли, что я сегодня путешественница во времени. Мы приземлились здесь в 11 утра 9 июня. И вы только вдумайтесь. В это же 9 июня в 3 часа ночи я еще танцевала на автопати свадьбы Вики и Дениса. В 3 часа ночи я в Уфе на другом конце света, а в 11 утра я уже в Америке. Короче, жизнь прекрасна и удивительна. Очередь была длинная. Катя ушла без меня. Сейчас мы с ней встретимся и на такси поедем в отель. И еще раз напоминаю, что я приехала на съемки проекта «Макияж в большом городе» от Maybelline. Мне очень повезло, что меня сюда пригласили. В общем, настроение у меня уже бодрое. И не переключайтесь. У меня такая ностальгия. Именно здесь мы с Русланом стояли в ту рукавую поездку, ходили за сим-картой. Вы наверняка помните наши влоги, когда Руслан заболел в Нью-Йорке гриппом на весь срок нашей поездки. Вот такой у нас неудачный опыт был в последний раз в Нью-Йорке. На этот раз, думаю, будет лучше. Пока я ехал в такси, поймал себя на мост. Мысли, что мне в Нью-Йорке все такое уже привычное. Но по сравнению с тем и злополучным февралем, сейчас тепло, очень хорошая погода. И мы уже находимся в отеле, сейчас будем регистрироваться. Отель такой своеобразный. Повсюду какие-то картинки. Мы с Катей обсудили, что похоже на Лас-Вегас. Странноватый. Но главное, он находится вообще в самом центре, на Таймс-сквер. Все, пошла регистрироваться. Я заселилась в номер. И сейчас единственное, что мне хочется сделать, это нырнуть в эту прекрасную кровать. Потому что джет-плак, потому что хочется спать. Но надо держаться до вечера, чтобы здесь восстановить режим. И еще кушать очень хочется. Поэтому в любом случае, сейчас мы примем душик и пойдем кушать куда-нибудь. И я бы очень хотела подойти сейчас к окну и сказать вам, смотрите, вот он Нью-Йорк. Но вид это просто окна в окна на другие номера этого отеля. А вот там массивусечный кусочек небоскреба слева напоминает о том, что я в Нью-Йорке. Что ж, вот такой номерок скромненький. Какие-то тут узоры на обоях. Ой, даже не знаю, что вам рассказать. Я, мне кажется, так подтупливаю после перелета. Здесь вот водичка, кофеек. Изображение старого Нью-Йорка Таймс-сквер. Вот такая ванная. Очень низкая, смотрите. Все, встретимся с вами уже, наверное, в кафешке. Вроде бы собираемся кушать авокадо-тосты. А вечером куда-нибудь пойдем гулять. Может быть, на какой-то руфтоп. Ну и покажу вам уже, с кем я в этом путешествии. Не заглянули вот сюда. Здесь висят халатики. Фен, утюг. Местами отель немножко потрепанный, смотрите. Вот-вот-вот. Вот здесь тоже. Так что отелю Эдисон на Таймс-сквер не помешало бы реновации. Познакомлю вас со своей компанией. Это Машенька. Она, собственно, организатор этой поездки. Катю вы, скорее всего, знаете. И еще Юля с нами. Мы, наконец-то, поедем кушать. А еще мы обсуждаем, что летом Нью-Йорк пахнет блевотиной и говняшками. Мусором. С точными водами. Ну, мне немножко напомнилось запах Таиланда. Но ты выходишь такой, здесь такие цивильные. Они едят, знаешь, повсюду какую-то тайскую еду. Да, ну, то есть этого нет, но при этом пахнет как-то странно. Здесь вкусно пахнет уже, не так, как около нашего отеля. И будем на улице сидеть. Наш обед реально немножко похож на завтрак, даже не немножко. Но я обожаю авокадо, яичко вот такое пашот с темгой или лососем. Короче, это божественно. И вот такой банановый хлеб. Мы пошли гулять по Нью-Йорку. И мы заметили, что здесь повсюду радужные флаги. Очень много, потому что июнь это месяц прайда. Они буквально везде у обслуживающего персонала сердечки. Тоже с радугой даже у нас в отеле. Такие дела. А вообще, Нью-Йорк летом, конечно, намного лучше, чем зимой. Приезжайте сюда, когда тепло. Оценить, ребят, масштаб сбора бутылок и баночек для того, чтобы их сдать. Просто палочка и огромные тюки. Я в шоке. Но зато помогает природе. Сдает на переработку. На улицах Нью-Йорка по-прежнему много мусора. Этим город славится уже давно. Но просто может быть мусорка, а рядом с ней валяться мусор, а не в ней. Я не знаю, как это происходит. Или просто стоят пакеты с мусорем, рядом что-то валяется. Близко всему очень много продают паленых сумок на улицах. Всякие развалы. Ну и, конечно, много бомжей каких-то городских сумасшедших. Колорит города. Какие сочи просто. Офигеть. Вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау-вау. Я впервые вижу в магазин косметики такую очередину. Это какая-то местная косметика американская. Очень востребованная. Мы приехали на руфтоп смотреть на Нью-Йорк с высоты. А меня, честно говоря, очень сильно подрубает спать. Вопрос экологичности. Вот здесь можно наполнить свою бутылку водой. Мы поднялись наверх. Тут барчик, то есть это бесплатный руфтоп. Видно все небоскребы. И вот здесь вот такое стекло, которое отделяет меня и пропасть. Это 31 этаж. Просто вот оцените степень моего не-шапоголизма. Как бы вот. Здесь вообще масштаб. Как бы вот сходила в магазинчик просто. Ватные палочки. Ватные палочки. Купила эту точилку для карандашей. Дезодорант для подмышек. И резинки для волос. Все. Ариану Гранде по скидочке не желаете? Причем у Ариану Гранде здесь как бы конфеты, да? Девочки купили себе 2 грамма духов и 2 конфетки. 2 килограмма конфетки. Вот, и Катя тоже закупилась. Просто мне максимально хватает той косметики, которую мне присылают бренды. И я не покупаю себе еще какую-то дополнительную. Ну, не страдаю вот такой любовью к косметике, таким шапоголизмом. Но девочки счастливы. Это самое главное, что эти покупки приносят им такое удовольствие. Друзья, мы как истинные Нью-Йорксы идем ужинать устрицами и мидиями. Если, конечно, влезем в это супер занятое заведение. Вау. То есть вот здесь можно так сидеть просто на стульчиках. А я тебя потеряла. А я что-то вложу, вложу. О, идеально. Третий раз в жизни ем устрицу. А ты тоже жирательный, как мы ем устрицу. Ну, так не слабо, да. На третий раз это уже не противно. И даже с намеком на то, чтобы вкусно. Вот. Так что, мне кажется, я развиваю свой вкус относительно устриц. Попробуем еще. Они у нас разные. Так, пробую другую. Она даже с опокомой другая, более глубокая. Первый мне больше понравился. То чувство, когда Times Square вот буквально за углом, но я бегу в номер, потому что дико этому рада. Мы очень вкусно покушали только что, и я очень хочу спать. А вообще, многие считают, что Times Square переоценена, что это просто яркая рекламная площадка. В принципе, она так и есть, но все равно я хочу там сфоткаться в этой поездке. Надеюсь, еще успею. А сейчас время полдесятого всего лишь, но я планирую прям в ближайшее время уложиться с партой. Продолжение следует...